Здравствуйте, уважаемые телезрители! Современное общество невероятно интересно и многогранно, но оно же ставит человека перед выбором того, что делает его таким, какой он есть. Человек хочет сохранить то важное и значимое, узнать и быть сопричастным незыблемым вечным ценностям. Это проблема смысла жизни. Сегодня мы вместе с каналом «Саратов-24» начинаем цикл передач под названием «Православная азбука». И встречаемся, начинаем беседу с Владыкой Игнатием, митрополитом Саратовским и Вольским. Владыка, здравствуйте! Добрый день! Я немножко по-философски, с аксиологической ценностной позиции начал говорить о нашей беседе. Скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от того цикла программы, от тех встреч, которые у нас запланированы? Кто может быть зрителями? Какие проблемы, на ваш взгляд, наиболее актуальны? Я думаю, что мы будем говорить о всех тех вопросах, которые интересуют наше сегодняшнее общество. Я думаю, наша задача – показать православие, учение православия, его действия в жизни светскому обществу. Я думаю, что у нас не будет аудитории чисто церковной. Мы готовы говорить со всеми, кто будет смотреть эту программу и обсуждать проблемы насущные, которые интересуют всякого человека – и верующего, и атеиста, и человека другой религии. Мы должны рассказать о нашей вере, мы должны рассказать о нашей культуре и, конечно, поговорить о проблемах человека, который живет в непростых условиях в современном мире. Очень много потока информационного обрушивается, особенно на молодых людей, и люди бывают просто дезориентированы в этой жизни, потому что идет страшная пропаганда, воспитывается общество потребителей. Но мы должны говорить все-таки о чем-то альтернативном, что будет базой для человека, который хочет постичь вечное, неприходящее, что будет стержнем для него в этой жизни. И мы верим, что и в будущем, и от этой жизни, в которой мы проживаем здесь, мы верим, что наше будущее в вечности будет таким или иным, в зависимости от того, как мы проведем эту земную жизнь. Любая программа, любой проект, он предполагает структуру, определенную методику. Что будет осуществляться? Как будет программа строиться? Знаете, я думаю, что нам необходимо тематику программ подбирать по востребованности телезрителей. Мы на нашем сайте откроем рубрику «Интересующие вопросы». Исходя из большинства самых волнующих наших жителей вопросов, мы будем подбирать темы для разговора наших программ. Я думаю, что раз в месяц постараюсь я отвечать на вопросы и разговаривать на темы, которые интересуют телезрителей. А три программы в месяц будут вести наши священники, священнослужители, которые обладают даром слова, обладают определенной высокой эрудицией. И большим духовным опытом. Как вы думаете, Владыка, может ли социальная сеть быть пригодна, полезна для рассказа о серьезных вещах? Может ли это позволить человеку научиться чему-то по-настоящему стоящему? Или одной минуты недостаточно? Вы знаете, здесь вопрос, в общем-то, такой достаточно обширный. Но давайте обратимся к словам апостола Павла. Он же сказал, что мы для всех должны быть всем, да? Для иудеи – иудеем, для эллина – эллином, чтобы обратить хотя бы немногих. Я думаю, что с молодыми людьми надо разговаривать на их языке. И вот тот же ТикТок, ну это же средство, вопрос, чем оно будет наполнено, содержание. Я думаю, что вполне пригодно даже в течение минуты навести человека на какие-то очень серьезные размышления. Мы должны рассказывать о православии, как оно живет. Не только о религиозных, только истинных, но о социальных наших проектах. Мы открыли детский образовательный центр, где люди, желающие, все желающие могут обучиться нашим традиционным каким-то фольклорным искусствам. Сейчас пока что еще не полностью в условиях пандемии удалось открыть разные направления. Но что касается музыки, хореографии, художественных постановок, в нашем центре уже существует, и обучения начались в нашем центре. Более того, мы планируем открыть все-таки в дальнейшем и фотоискусство, изучающее эти вопросы. Все, что для современного ребенка может быть интересным, полезным, созидательным, мы готовы в этом центре развивать для современных детей. Важно, чтобы они чувствовали свой потенциал, который они могут развить в стенах этого центра. И мы готовы их заинтересовать, потому что только общаясь в интернете, это все-таки скучно. Владыка, вы начали рассказывать про центр детского и юношеского творчества при Саратской православной духовной семинарии. Как эта идея вас посетила? Идея возникла у меня еще в предыдущей епархии, где я нес послушание митрополита Вологодского в течение шести лет. И у нас очень был, скажем так, слабый набор в духовную семинарию, потому что семинария раньше не было, и нам надо было как-то детей воспитывать с раннего возраста. И вот было создано отделение, примерно такое же, как здесь, чтобы люди видели и семинарскую жизнь, и обучались разным ремеслам. Кстати, очень хорошо получилось, очень много даже молодых эстрадных вокалистов и вокалистов получилось. Хоровое пение и многое-многое другое, и фотоискусство, и видеоискусство. И я потом посмотрел и понял, что это отделение вполне заслуживает вообще отдельной строки. То есть оно само по себе не как просто прикладное для людей, которые потом будут поступать в семинарию, а просто само по себе развитие детского, юношеского творчества, оно востребовано. Когда я приехал сюда, я подумал, что неплохо было бы и здесь делать. Вы знаете, и здесь получилось сразу, здесь только людей подключилось, преподаватели, желающие преподавать. Вот условия пандемии, конечно, сдерживают, да, и сделать и большой набор, и людей собрать. Но я верю и надеюсь, что эти условия когда-то будут другими, я надеюсь, что этого придется не так долго ждать, и мы сможем, как говорят, вдохнуть полной грудью в этом смысле и набрать большое количество детей. Пока что это 40 детей. Ну, для первого набора неплохо, но поскольку мы еще здания готовим, реставрируем, мы ограничены чисто физически в возможностях. Но, я думаю, год-два, и мы развернемся в полную силу. Сколько это стоит? Потому что сейчас все такие кружки, они, где хорошие специалисты, это же хорошие специалисты привлечь не так просто. Хочу сказать, для детей это ничего не стоит. Для епархии, да, это стоит определенных средств, это стоит содержание и здания, и помещения, и содержание преподавательского состава. Но, как говорится, если мы не будем вкладывать в наше будущее, то у нас будущего не будет. Это наши будущие дети. Для детей, желающих учиться в нашем сенте, это будет стоить того, что надо приходить на занятия и развивать свои творческие начала. И для родителей тоже. В нашем регионе очень серьезные хоровые музыкальные школы. Вот Саратовская епархия, ваше личное участие, видит ли какую-то специальную или, может быть, такую особенную миссию в развитии этого самого дела, развитии хорового музыкального такого искусства? Ну, для этого уже все сделано. Открыты определенные курсы. Мы в этом году совместно с нашей консерваторией открыли регенские курсы и певческие курсы. И, скажем так, лимит, который был определен, он даже был перевыполнен по набору. И мы сейчас обучаем этих людей, желающих многое, но, к сожалению, мы всех, кто сейчас желает, мы принять не можем в силу того, что мы ограничены в возможностях, в помещениях, в преподавателях. Но мы видим, что это будет востребовано, это уже востребовано. Владыка, к нам поступают различные вопросы. Они возникают в результате диалога, в результате общения с людьми. Вопрос от экспертов, которые обращают внимание на то, что называется хромостроительством. Вы говорили о создании, о начале воссоздания Александра Невского собора. Здесь разные мнения существуют, в частности, относительно того, на каком месте ему надлежит быть. Можете прокомментировать эту ситуацию? Да, и делают с радостью. Я хочу, чтобы была ясная позиция моя. Для меня, как для епархиального архиерея, как для жителей города Саратова, важно, чтобы при восстановлении Александра Невского собора было соблюдено два важных момента. Это, в первую очередь, воссоздание собора в городе Саратове, а второе, чтобы этот собор, храм, был востребован людьми, чтобы он находился в таком месте, где людям будет удобно туда приходить, поскольку это не просто один из храмов, а один из знаковых соборов, который был уничтожен. Вот это два условия. В условиях, скажем, которые сейчас существуют, здесь в парке, на мой взгляд, не совсем целесообразно его создавать там, потому что там сейчас существует стадион, это раз, а два, здесь очень большое скопление храмов в этой части города, то есть острые нужды, скажем так, для людей в этом соборе не существует. Более того, границы города Саратова расширяются, и, коль скоро мы смотрим в историю, смотрим, как раньше делали наши предки, мы прекрасно видим, что были храмы, потом они ветшали, рядом строили новые храмы, матея разбирали, ничего в этом страшного не было. Вот здесь у нас храм, который сейчас именуется Николой Тихвинским, это Никольская церковь, Никольский храм крестовоздвиженского монастыря, который находился в центре Саратова. Но создать его на прежнем месте просто не представляется возможным, да и ненужным, потому что, находясь в заводском районе, где этот храм сейчас стоит, украшает, можно сказать, один из новых районов, которых не было до революции, это просто замечательно. Я думаю, та же самая ситуация и с собором Александра Невского. Но я не утверждаю, я просто говорю свое мнение, конечно, вопрос еще не решен, в принципе, что собор восстанавливать надо, это понятно, вопрос где, он остается открытым. Но я сказал свое мнение, что целесообразнее было бы построить его на новом месте, где он будет доминантный в новом районе, и где люди будут туда приходить, как вот к такому важному церковному, культурному центру. Владыка, еще один вопрос, он поступает от нашего студенчества. Сейчас все вакцинируются. Вопрос пандемии, он с одной стороны уже давно звучит, с другой стороны принимаются важные, грамотные, серьезные меры по решению этой проблемы. Ваше отношение к вакцинации? Вы знаете, я не медик, я не специалист в области медицины. И когда мне часто обращаются с вопросом, как посоветуете, прививаться, не прививаться, вы знаете, я не специалист, чтобы давать советы. Я сам переболел, достаточно так и непросто переболел. У меня до сих пор большое количество антител сохраняется. Но более того, скажу, я на следующей неделе планирую сам сделать прививку, для того, чтобы, ну, как говорится, испытать на себе, чтобы я мог рассказывать людям, какой результат. Коль скоро наш президент настаивает на том, чтобы это было добровольным, я считаю тоже, что это должно быть добровольным. Потому что я хочу добровольно сделать, несмотря на то, что у меня полно антител, поскольку, ну, вижу, ситуация на самом деле тяжелая, болеет большое количество людей, к сожалению, и умирает много людей. И я думаю, что надо, я готов испытать на себе прививку, чтобы потом что-то можно было сказать людям. Ну что же, дай Бог на всем здоровья. Дорогие телезрители, благодарю за внимание. Ждем ваших вопросов. Желаю крепкого здоровья. И хочу напомнить, для тех, кто чувствует себя неважно, лучше оставаться дома. Не выходите, не идите, не общайтесь с близкими, с родными. Вы сдержитесь от общения. Потому что есть такие люди, которые, несмотря на то, что заболели, кашляют, чихают, идут, разговаривают, идут к родным, близким. Не нужно этого делать. Давайте в этих условиях, если мы себя не бережем, побережем хотя бы наших ближних. Я желаю всем крепкого здоровья и ждем ваших вопросов. Будем готовить ответы на них. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова